Великий живописец И во многом в свое время опередивший, Эль-Греко занимает почетное место в ряду интереснейших представителей европейского изобразительного искусства. Великий живописец Современники не понимали его работы, ведь они так сильно отличались от общепринятых в то время канонов, возможно именно потому, что современники мало интересовались Эль-Греко. До наших дней дошло так мало документов, по которым мы могли бы восстановить жизненный путь мастера, а его работы получили признание лишь спустя сотни лет после смерти художника. Современными учеными стиль Эль-Греко был назван самобытным, уникальным, а потому не принадлежащим ни к одной из известных школы живописи. Этого великого мастера мы все знаем как Эль-Греко, однако имя это не что иное, как прозвище, которое появилось как напоминание о происхождении художника. Именно это прозвище мы встречаем в тех немногих документах, что дошли до нас, однако многие работы мастера были подписаны именем, данным ему при рождении, Доменику Теотокопулос. Нередко с добавлением к нему слова «критянин». Прозвище же прилипло к нему еще в юные годы. Его дали Доменику каталонцы. Свою первую загадку Эль-Греко загадал на момент своего рождения. Долгое время считалось, что художник появился на свет на острове Крит в деревне Фодоле, расположенной неподалеку от города Кандии, в наши дни получившего название Иераклион. В то время Крит был частью владения Венецианской республики, а значит на его жизнь оказывала большое влияние итальянская культура. Однако впоследствии выяснилось, что на самом деле родным городом Эль-Греко была именно Кандия, нынешняя Иераклион. А в Фодоле находится дом художника Доменику Тиото Копулуса. В доме – музей, рассказывающий о жизни и творчестве Эль-Грека. Здесь представлены копии его работ в виде эффектно подсвечиваемых витражей. Долгое время считалось, что знаменитый на весь мир художник родился и вырос в деревне Фодоле. Однако это не совсем так. Доменику Тиото Копулус родился в Иераклионе в 1541 году. И в этом доме он некоторое время жил со своей семьей. Но и по сей день Фодоле называют родиной Эль-Греко. В самой деревне Фодоле в честь Эль-Греко установлен бюст, выполненный в 1964 году, а также на центральной площади деревни расположен мемориал. Итак, мальчик, который в будущем получит прозвище Эль-Греко, появился на свет в 1541 году. В семье, которая, вероятно, была изгнана из критского города Ханьи во время восстания венецианцев между 1526 и 1528 годами. Отец Эль-Греко, Георгиус Тиото Копулус, был продавцом и налоговым инспектором, поэтому был способен обеспечить сыну безбедную жизнь, хорошее образование. Старший брат будущего живописца пошел по стопам отца и стал преуспевающим торговцем, в то время как юный Доменико избрал сложный тернистый путь живописца. Доподлинно неизвестно, действительно ли Эль-Греко родился в 1541 году. Мы знаем об этом лишь со слов самого живописца. В 1606 году заявившего, что ему исполнилось уже 65 лет. Не знаем мы о том, когда художник впервые взял в руки кисть и какова была его первая работа. Впрочем, скорее всего, это была икона. Учиться живописи Регреко начал в критской школе живописи, где изучал иконопись. В то время критские иконы славились по всей Европе. Интеллектуальная и артистическая индивидуальность молодого Эль-Греко загладывалась среди художников, занимающихся иконописью. А его учителем был критский живописец Михаил Дамаскин. На острове Сирус молодым Доменико была создана икона Успения Богородицы, написанная им в жестких православных традициях. На золотом фоне он расположил многофигурную композицию, состоящую из двух частей – мира земного и мира небесного. В земном мире, написанном более темными цветами, апостолы и ученики окружили тело почившей Богоматери, а сам Христос клонился над ней, касаясь груди, пробуждая к вечной жизни. А в небесном мире ангелы и архангелы уже возносят Богоматерь на небеса, Господу, где, стоя среди облаков святые, наблюдает за разворачивающимся перед ними действом. Эта икона впоследствии претерпела изменения, внесенные рукой самого мастера. Такая судьба постигла многие картины, созданные Эль Грека, поэтому большинство его произведений дошло до нас лишь в последнем, позднем варианте. Через 11 лет после написания иконы Успения Богородицы, Доменико Тиотокопулос, уже живя в Испании, создаст новый шедевр, которому даст то же самое название. Картина, исполненная маслом, будет еще более завораживающей, чем его первая работа. Сюжет останется неизменным, но строгий иконописный стиль уступит место манеризму, который придаст изображению иной вид, и новую особенную выразительность. В этой интерпретации известного сюжета Эль Грека изменит еще и композицию картины. Богородица здесь уже не лежит в гробу, находясь в земном мире, а медленно возносится ввысь, туда, где ее встречает все небесное царство. Люди, оставшиеся внизу, уже не могут видеть Бога-Матерь, но они по-прежнему чувствуют ее присутствие и ощущают значимость момента. Один из дядей Эль Грека был православным священником, и, возможно, именно он во многом повлиял на формирование раннего стиля живописца. Город Кандия был мощным культурным центром, где гармонично сосуществовали художественные традиции Запада и Востока. Поэтому нет ничего удивительного в том, что там по итальянскому принципу была в конце концов организована гильдия живописцев. Члены гильдии ввыклились объединить элементы поствизантийского и итальянского искусства, а также стилистические элементы критской школы и манеризма, появившегося в эпоху позднего возрождения. Именно под влиянием смешения стилей начал вырабатываться уникальный стиль Эль Грека, который резко выделял его из ряда современников. Во многом на Эль Грека повлияло и античное искусство, которое он охотно изучал. Впрочем, учитывая его месторождение, следует заметить, что сделать это ему было несложно. Юный Эль Грека, только-только начавший заниматься живописью, пользовался определенной популярностью в художественных кругах. В возрасте 22 лет он даже вел свои собственные семинары. А уже в июне 1566 года мастер Доменико расписывался на контрактах, владелец Менегус Теотокополус, живописец. Неизвестно, однако, что именно послужило причиной тому, что спустя лишь год, 1567-й, Эль Грека покинул родной остров, переехав в Венецию. На Крит он больше никогда не возвращался. Его картина «Сон девственницы», созданная в том же году, стала одной из последних работ его критского периода. Для молодого художника, такого, каким тогда был Эль Греку, было пределом мечтаний продолжить обучение в Италии, и в особенности в Венеции, на ту пору считавшейся местом сосредоточения итальянской культуры. Несмотря на то, что на родном Крите Эль Греку вел безбедное существование, в этом небольшом, пусть и необычайно интересном городке, юному художнику было тесно. Ему некогда было стремиться. Он не мог развиваться в выбранном направлении. Изобразительное искусство православных греческих живописцев укладывалось в строгие рамки, которые Доминику желал преодолеть. С переездом Эль Греку в Венецию начался итальянский период его жизни, во время которого его живописная манера претерпела значительные изменения. Он поступил учеником к самому Тициану и трудился в его мастерской, которую великий итальянский живописец держал даже несмотря на свой преклонный возраст. Постепенно Эль Грека познакомился с творчеством других именитых итальянских художников, таких как Веронезе, Бассану, Тинторетто. Во время обучения у Тициана художник начал изменять свой стиль, все дальше отходя от строгой иконописной традиции и ярких красок в сторону экспрессивного манеризма и холодных спокойных тонов. В 1570 году Эль Грека отправился в Рим, где выполнил ряд работ, в которых очень заметно влияние византийской живописной школы. Он продолжал изучать творчество Коррэджо, познакомился с работами Микеланджело и наконец-то начал искать свое собственное место в мире живописи. Самый ранний портрет, написанный Эль Греку, относится именно к первому году его пребывания в Риме. На картине он изобразил своего друга, критского художника Джулио Кловио. И надо сказать, что этот портрет уже сильно отличался от иконописных изображений. С которых начинал Эль Греку. В этот же год Доменику начинает создавать итальянский цикл картин, в основу которых легли хорошо ему известные библейские сюжеты. Однако пишет он их в своей новой живописной манере. В этот цикл вошли такие работы, как «Христос, изгоняющий торговцев», «Христос, исцеляющий святого» и «Благовещение». И в каждой из картин явно различимо то беспокойство, какое художник испытывал касательно положения его родного Крита, находящегося под властью другой страны. И это без сомнения характеризует его как человека благородного и неравнодушного к судьбе Родины. В отличие от других крестских художников, переехавших в Венезию, Эль Грека существенно изменил свой стиль. И чтобы отличиться от своих современников, изобретал все новые и новые способы интерпретации всем хорошо известных религиозных сюжетов. Его картины, написанные в Италии, были созданы под влиянием венецианского ренессанского искусства. Им свойственны повторяющиеся удлиненные фигуры, напоминающие о Тинторетто, и сложные цветовые структуры, которые заставляют вспоминать о творчестве Тициана. Эль Грекаунов выбрал всем хорошо известные библейские сюжеты, однако на этот раз он изобразил их в своей собственной, ни на что не похожей манере. Одному из земных чудес Христа посвящены сразу три картины, созданные практически в одно и то же время. Похожие друг на друга, они различаются лишь незначительными деталями. Самая ранняя из версий не подписана автором, однако манера изображения, безусловно, свойственная Эль Греку того периода. На переднем плане живописец разместил собаку, мешок и кувшин, а всех действующих лиц передвинул ближе к центру. Он сильно усложнил перспективу архитектурных элементов, и в этом явно прослеживается влияние манеризма. Вторая наиболее известная из трех картин является самой большой из всех полотен. Это полотно также исполнено в стиле манеризма, сильно, однако, трансформированное Эль Греку, стремившегося во что бы то ни стало привнести в работу личностное восприятие изображаемого. На переднем плане художник, возможно, разместил заказчиков картины, а крайняя слева фигуру, обращенная лицом к зрителю, предположительно, автопортрет молодого мастера. В этих картинах, хоть и выполненных в стиле манеризма, на передний план уже уступает живописная манера самого Эль Греку. Художник всегда видел в окружающем мире и в самых обыденных вещах чудо и постоянно искал чего-то необыкновенного, отчего самые простые вещи кажутся теперь нам, зрителям, удивительными и даже волшебными. 1570 год стал особенно знаменательным для Эль Греку. К этому времени окончательно сформировался живописный стиль мастера, стиль, которому он не будет изменять на протяжении многих и многих лет. Художник наносил рисунок на белый клеевой грунт, затем закрашивал полотно, и причем закрашивал неровно, широкими мазками и одним цветом, в основном сженой умброй, так, чтобы из-под коричневого слоя пробивалась белизна. Особого волшебного перламутрового свечения он добивался следующим образом. Писал фигуры белилами, а затем прорисовывал маслом, выбирая яркие и сочные тона. Однако слой масляной краски был настолько тонок, что едва покрывал белило и умбру. Для того, чтобы подчеркнуть фактуру изображаемых предметов и объектов, Эль Греков всегда выбирал крупнозернистый холст. Известно также, что в 1572 году Эль Греков стал членом гильдии Святого Луки. В этом же году он снова побывал в Венеции, правда оставался в городе недолго. Затем он продолжил работать и учиться в Риме, вплоть до 1575 года. Там он написал много картин, среди которых особого внимания заслуживают портрет Винченцо Анастази, портрет мужчины и Благовещения. Картина Благовещения была написана в 1576 году, а значит, в ту пору, когда Эль Греков все еще учился, постигая тайны своего ремесла. Тем не менее, именно Благовещение считается одной из самых значимых его картин. В ней мастер продемонстрировал все умения и навыки, какие получил за годы своего пребывания в Италии. Стоит отметить, что эта версия картины является третьей и последней по счету. Похоже, мастер решил, что на этот раз ему удалось учесть все свои предыдущие ошибки и максимально полно выразить идею. Эль Грека разделил картину на несколько смысловых планов. Марию он поместил в светлую комнату, которая призвана была символизировать непорочность и чистоту Святой Девы. Архангела Гавриила, который сообщает Богородице Благую Весть, художник изобразил на фоне неба, глядя на которое почти физически ощущаешь колыхание воздуха и невесомость скользящих облаков. Вместе с Архангелом к Марии стремится Святой Дух, традиционно представленный в виде белого голубя. Если поднять взгляд, то можно заметить ангелов Пути, наблюдающих с небесной выси за происходящим. И надо сказать, что именно этот элемент особо интересен. Дело в том, что ангелочки Пути были характерной чертой произведений эпохи барокко и рококо. Там они представляли собой исключительно декоративный элемент. Не несли ровным счетом никакого религиозного значения и даже не обладали личностными чертами. Грациозные жесты, элегантные позы, изысканные одеяния. Действительно, нет ни одной мелочи, которую бы художник пренебрег, работая над картиной. И здесь во всей красоте мы видим смешение стилей, так характерное для эль-греков. Рим никогда не питал особой любви к рельскому живописцу, и за все время, что эль-греков оставался в вечном городе, он так и не смог получить ни одного большого заказа. В конце концов, не найдя признания, он покинул Рим. В 1576 году для того, чтобы больше никогда не возвращаться в Италию. В те годы в Испанию приезжали многие известные мастера. Они работали на строительстве роскошного королевского дворца Эскариал, который велел извести Филипп II. Друг эль-греку, итальянский скульптор Пампео Леоне, в то время уже работал над дворцовыми скульптурами. Икристский живописец надеялся тоже получить заказ от короля. Однако заказа не последовало, и Доминик уехал жить в аристократический Толедо, где впоследствии зарабатывал на жизнь не только картинами, но и переводами с греческого. Именно здесь в Толедо родится знаменитый псевдоним Доминико, который будет звучать как Эль-Греко. Уже с 1576 года художник постепенно перестает подписывать картины своим настоящим именем и оставляет только псевдоним. Толедо оказался необычайно живописным местом, и во многих своих работах Эль-Греко, живший и работавший здесь до самой смерти, воспевает красоту этого колоритного испанского города. И так Эль-Греко решил обосноваться в Толедо, городе, который станет его второй родиной. Найдя в городе друзей и покровителей, художник не переставал мечтать о королевском заказе. Мастер понимал, если он примет участие в строительстве из Кореала, то это проставит его имя на века. Коротая время в ожидании крупного заказа, художник приступает к созданию одного из самых прекрасных своих портретов. Там и в мехах. Специалисты полагают, что это, вероятно, первая картина, созданная Эль-Греко, после того, как мастер перебрался в Толедо. Перед нами предстает изящная юная красавица, на плечи которой набрушена шикарная меховая накидка. Теперь уже мы вряд ли узнаем, кого мастер именно изобразил на портрете. Однако и несколько вольная манера изображения, и возраст красавицы дают нам право предполагать, что перед нами никто иной, как херонима Теласкоэвас, неизменная спутница жизни художника, мать его сына, Хорхе Мануэль. Если говорить о портретном искусстве, то нельзя не выделить особо портрет «Рыцарь с рукой на груди». С картины на нас смотрит идеальный дворянин, элегантный, благородный, невозмутимый. Это самый настоящий испанский кабальеру, рыцарь без страха и упрека, герой романов и девичьих грез. Он словно клянется зрителю в верности, обещая защищать свои идеалы до последней капли крови и вечно хранить верность своей возлюбленной. Но вот, наконец-то, мечта сбылась. В 1579 году он, наконец, получил королевский заказ. Написанный по заказу самого Филиппа второго картина «Поклонение имени Христа» принесла художнику славу, которой он с юности так жаждал. Наконец, о его работах заговорят. Его картинами станут восхищаться. Работая над «Поклонением имени Христа», Эль Греко вдохновлялся работами Микеланджелу, смело смешивая в одном пространстве образ рая, земли и ада. А впечатления, полученные от полотен Тинторетто, сподвигли его на создание картины, в которой он сумел увязать воедино переживания множества людей. Благодаря таланту Эль Греко перед нами разворачивается грандиозное действие, пронизанное духом мистицизма и религиозности. Поклониться Христу, парящему в небе и окружении ангелов пришло много известных людей, среди которых император Карл V, король Филипп II. Эль Греко усердно работал над картиной, желая во что бы то ни стало, понравиться королю, и потому Филиппа II он изобразил весьма комплиментарно. В Таледу Эль Греко привлекло многое. Музеи, монастыри, старинные церкви и дома презрения по сей день хранят работы великого мастера. Здесь можно увидеть как прославленные полотна, так и откровенно слабые работы, уникальные образцы и многочисленные копии, принадлежащие, видимо, последователям Эль Греко. Встречаются иногда даже грубые подделки. Сам Эль Греко никогда не оставлял свои работы незаконченными, поэтому в Таледу он продолжил работать над полотнами, которые начинал писать еще в Риме. Над картиной «Святая Троица» критский художник Доменику начал работать еще в Риме, а вот закончил ее уже мастер Эль Греко. Было это в 1579 году. Полотно это посвящено традиционному христианскому сюжету «Оплакивания Христа». Господь, окруженный ангелами, принимает на небеса тело своего Сына, а в самом верху, в ореоле света, летит голубь. Извечный символ Святого Духа. И вновь здесь очевидно влияние маниеризма, стиля, с которым творчество Эль Греко связано уже неразрывно. Резкие черты, удлиненные пропорции, причудливые изломы человеческих фигур. С каждой новой работой становится все отчетливее. Немалое внимание Эль Греко уделяет цвету. И теперь на картине соседствуют ярко-желтые и синие, изумрудно-зеленые и огненно-красные тона. Контраст белил и темных поверхностей придают полотну чрезвычайную напряженность. Можно сказать, что Эль Греко собирал свое произведение по частям. Возможно, за основу он взял известную гравюру Альбрехта Дюрера. Цветовую гамму подбирал, ориентируясь на традиции византийской и венецианской живописных школ. Особенно сильно здесь влияние Тин Торетто. А фигуру Христа поражающим сложным ракурсом прорабатывал, вдохновляясь работами Микеланджело. Картина Святая Троица создавалась для главного алтаря Толецкой церкви Санто-Домиго де Ландиго, где она должна была располагаться на втором ярусе, прямо над грандиозным полотном Вознесения Марии. Когда картина была готова, слава о ней быстро распространилась по всему Толедо, бывшему на ту пору оплотам испанской аристократии. В 1580 году Эль Греку завершил начатую ранее картину мученичества святого Маврикия. Масштабное полотно, которое художник, как и многие другие свои работы, посвятил королю Испанию. Однако манера, в которой работал Эль Греку, показалась Чопорному испанскому двору слишком свободной, а использованные живописцем изобразительные приемы оказались столь смелыми и необычными, что это произведение вызвало резкое недовольство не только самого короля Филиппа II, но и его окружения. Церковники же и вовсе обвинили Эль Грека в пренебрежительном отношении к христианским канонам. Погребение графа Оргаса по праву считается одной из интереснейших картин, созданных Эль Грека. В основе ее лежит легенда, хорошо известная современникам великого мастера. Рассказывали тогда вот что. В 1312 году умер сеньор города Оргаса, уроженец Толедо, Дон Гонсало Руиз. Человеком он был необычайно набожным, и главной своей целью в жизни полагал служение людям. И вот, когда дни его подошли к концу, и родственники и друзья собрались, чтобы проводить благочестивого человека в последний путь, с небес сошли святой Стефан и святой Августин, пожелавшие собственноручно похоронить Тона Гонсало. Пространство картины четко разделено на две части – мир небесный и мир земной. Различия между небами настолько очевидны, что у вас не возникнет ни малейшего сомнения в том, где начинается один и заканчивается другой. Так над миром небесным оседает Христос, которого окружают апостолы, чьи вытянутые слегка деформированные фигуры напоминают нам о тенях, проскальзывающих то и дело в вечернем небе. Ангел уносит в небеса безгрешную душу усопшего, и облака раступаются перед ним, как волны некогда раступились перед Моисеем. Интересная деталь. Среди святых по правую руку Иисуса можно увидеть портрет Филиппа II. Таким образом, Эль Греко снова пытался снискать расположение капризного монарха, совсем не ценившего работы мастера. Мир земной, противопоставленный художникам миру небесному, напротив, изображен необычайно реалистично. Фигуры участников траурной процессии практически не искажены. Святые Стефан и Августин почтительно поддерживают тело графа. На лицах их застыло скорбное выражение. Мальчик слева, указывающий на сцену погребения, сын Эль Греко, Хорхе Мануэль, будущий помощник отца. Художественное мастерство Эль Греко лишь возрастало с каждой новой написанной им картиной. Мастер, впервые взявший в руки кисть еще юности, прошел огромный и сложный творческий путь. И во прошествии многих лет его приемы, меняющиеся от картины к картине, стали поистине поражать своим разнообразием. И, естественно, такой талант не мог не завоевать своих поклонников. К Эль Греко стали поступать заказы, и теперь он был вынужден много и тяжело работать. Однако с годами он стал стремиться к уединению, во многом по причине не развивающейся болезни. Художник полностью отдавался живописи, не имея сил на участие в светской и городской жизни. Все позднее творчество Эль Греко буквально пропитано драгизмом и чувством обреченности. А выбираемые им изобразительные приемы были совсем уж не характерны для того времени. На склоне лет Эль Греко не покидала мысль о близкой смерти. Поэтому на поздних картинах лежит отпечаток его горьких дун и тяжелых переживаний. И тем не менее, именно в эти страшные годы Эль Греко достиг вершины мастерства и создал настоящие шедевры. В начале 90-х годов XVI века центральной темой в творчестве Эль Греко становится страдание Христа. Вместе с этим на взгляды живописца стал все больше и больше влиять испанский мистицизм. В это время мастер жил во дворце маркиза Гавильена. Испанская аристократия приняла мастера и полюбила его работы. Он по-прежнему много работает. Именно там появилось на свет несколько больших полотен, посвященных жизни Христа. И даже умудряется собрать большую библиотеку. В конце XVI века Эль Греко создал огромные алтарные образы. На эту работу понадобился не один год. В 1597-1599 годах он написал картины для капеллы Сан-Хосе, находящейся в Толеду. В 1600-1603 годах работал над композициями для церкви госпиталя Милосердия в Вильескосе. В это же время из-под его кисти вышли святое семейство и алтарь для коллеги августинцев в Мадриде. Со временем Эль Греко стал все чаще и чаще обращаться к портретам. В 1595 году он закончил картину, которую посвятил королю Франции. Картина получила название «Людовик святой. Король Франции с пажом». Здесь характерная для Эль Греко манера проявляется во всей своей полноте. Фигуры максимально вытянуты, линии неровны. Тем самым мастер подчеркивает возвышенность короля, его силу духу, стремление к Богу. Проникновенный печальный взгляд монарха говорит о богатой внутренней жизни Людовика IX, чья фигура особенно ярко выделяется на полотне. Картина примечательна еще тем, что на ней в образе пажа, возможно, изображен сын Эль Греко, Хорхе Мануэль. Мальчик здесь символизирует чистоту, невинность и верность Богу. А полуприкрытые глаза означают полную покорность монаршей и божественной воле. Картина вообще изобилует символами, которые не всегда можно истолковать однозначно. И это только лишний раз демонстрирует то, насколько ответственно Эль Греко относился к своей работе. Портреты Эль Греко, даже если он изображал облаченных властью людей, были всегда необычайно эмоциональны, что в значительной степени отличало их от общепринятых парадных портретов. Поначалу такой нестандартный подход вызывал неодобрение общества, однако со временем аристократы, оценив по достоинству мастерство художника, стремились заказывать портреты именно у Эль Греко. Со временем в полотнах Эль Греко становится меньше мистики. Волшебный свет, который спускают его ранние полотна, истончается. Теперь мастер пишет лаконично, возвышенно и очень спокойно. Вместе с тем изображаемые им фигуры деформируются все сильнее и сильнее. Они напоминают то языки пламени, то отражения в воде, то пляшущие на стенах и земля тени. Однако, несмотря на то, что мастер доводит некоторые живописные приемы до крайности их воплощения, работа его по-прежнему не теряет своей хрупкой, неземной красоты, а мир представляется местом столкновения стихий. И по-прежнему художник выбирает сложные сюжеты, изобретая все новые и новые ракурсы. Теперь он основное внимание уделяет центральной фигуре, вокруг которой выстраивается вся композиция. Так, на картине «Святой Мартин и нищий» Эль Греко сильно вытягивает высоту святого Мартина, сидящего на белом коне, и фигура нищего, который тянется к плащу усадника, подстраивается под него. Примечательно, что оба персонажа практически выходят за границы картины. Здесь живописец использует в качестве фона виды Толедо, совсем как в работах итальянского периода, когда он использовал виды итальянских городов. Очень интересен и свет, ясный, холодный, из-за которого фигура кажется еще длиннее. Благодаря своей эмоциональной манере Эль Греко довольно быстро снискал славу маэстро-портретиста. Портреты, написанные его рукой, мало отличались по стилю исполнения от созданных им же библейских сюжетов. Всякий раз, берясь за кисть, художник обращался к уже испытанным приемам, наделяя лица изображаемых им людей особой одохотоваренностью. Эль Греко всякий раз удавалось хорошо почувствовать характер своего заказчика, а потом передать его на портрете. Он выстраивал композицию и подбирал цвета так, чтобы подчеркнуть индивидуальность изображаемых им людей. Замечательным примером портретного мастерства Эль Греко может служить написанный им в 1600 году портрет кардинала. Предположительно, он изобразил Фернандо Ниньо де Гевара, великого инквизитора и архиепископа Северии, придав портретируемому вид строгий и внушительный. Тем самым он желал подчеркнуть значительность этого человека. Всем своим видом кардинал должен был олицетворять несгибаемую волю и силу христианской церкви. В богатой коллекции Эль Греко есть портреты и аристократов, и духовных лиц, и простых людей. И каждый из портретируемых выглядел величественно и возвышенно, не теряя при этом своей яркой индивидуальности. Однако именно портрет кардинала прославил Эль Греко портретиста. И многие исследователи считают самой значительной именно эту работу великого мастера. Запечатлев на холсте образ могущественного церковного иерарха, Эль Греко в то же время приблизил его к зрителю, заставив его контактировать с кардиналом на эмоциональном уровне. Примечательная подпись. Мастер впервые за долгое время подписался не своим итальянским прозвищем, а именем, данным ему при рождении, Доменико Театокопулус. Последней значительной работой Эль Греко стал пейзаж «Вит Толедо», начатый им в 1610 году и законченный только через 4 года. Мастер изобразил любимый город панорамно, широко и плавно размещая здания на пологом холме. Здесь мы видим приглушенную, спокойную гамму, полную голубоватых, сероватых, розоватых и оливковых оттенков, а также легкие поверхностные мазки. Так Толедо еще никто не изображал. Можно даже сказать, что пейзаж, вышедший из-под кисти Эль Греко, кажется несколько наивным. Складывается ощущение, что художник стремился вернуться к чему-то, что утратил давным-давно еще в юности. И вместе с тем эта картина необычайно сложна. Сложна своей композицией, проработкой переднего и заднего планов. Художник выбирает цветовую гамму и расставляет акценты таким образом, чтобы подчеркнуть легкость пейзажа. Город словно парит в воздухе. Он лишает дома устойчивости. Земной твердить для него словно не существует. Даже терзаемой жестокой болезнью Эль Греко продолжал работать до самого последнего дня. Последние годы он много размышлял о прожитой жизни и своими работами словно подводил некий итог. Великий мастер покинул наш мир 7 апреля 1614 года и был похоронен с почестями, которые пристали любому зажиточному испанцу. Смерть Эль Грека почти никого не оставила равнодушным. Последующие столетия будут восхищаться его искусством, не имея возможности ему подражать. Так о нем отзовутся современники. Но, к сожалению, о его работах быстро забыли. И они пребывали в забвении несколько веков, пока человечество не открыло их для себя заново. В самом начале 20 века. Субтитры создавал DimaTorzok